Если есть, в голове мысли излагайте и прямо смотрите. Несколько советов товарищеских. Идет прямой эфир, и когда раздался гром аплодисментов и на ответ Михаила Владимировича, что он отрицательно относится, я не понимаю, вы чему хлопаете там? Есть предложение списать долги нашим гражданам. Они мучаются, над ними издеваются. Председатель правительства еще, может быть, ответил скорее как чиновник. А вы хлопаете. Вся страна скажет, а не хотят они с новым правительством помочь гражданам. Миллионы граждан ждут нашей помощи. Вас кто заставляет хлопать-то? Ответил представитель правительства, все, нет, хлопают. Кто-то вам команду дает, да? Вас слышит вся страна. Вы не хотите помогать нашим гражданам? И хотите, чтобы мы поддержали ваше правительство? Вы хотя бы тактически поняли, что если фракция ЛДПР хочет голосовать за, вы бьете нас по морде, когда хлопаете, что нельзя ничего делать из того, что предлагает ЛДПР. Тогда и голосовать не будем за все ваши предложения. Вся ваша тактика и послание, это вас спасти. Вашу партию. Так делали большевики. Они спасали себя 73 года. Михаил Владимирович, тоже вам советую. Никогда не говорите отрицательно. Не буду, не пройдет, не получится. Наоборот, говорите, получится. Будем думать. Создадим комиссию. Посмотрим. Люди хотят знать что-то. Понимаете? А когда вы правильно, как специалист, говорите, нет, не будет, отрицательно, а что это за правительство скажет? Вы же как врач. Вся страна больная, так вы скажите, что может быть вылечим, может быть поможем, а вы говорите, нет. Тогда что делать тогда? Если нет, тогда и что? И депутаты тоже. Но пора научиться задавать вопросы. Сперва формулируйте вопрос. Обоснование потом. Если время кончится, это обоснование может быть час идти. Но вопрос-то впереди должен стоять. В этом плане тоже нужна определенная грамотность. Может быть, нам должен свести наставник политической элиты России. Бесплатно могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний, которого у вас нету. Некоторые из вас пришли сюда, как говорится, просто в списке вас включили. Утром вечером был никто, утром депутат. А за вас губернатор все сделал. Или руководство вашей партии. Поэтому здесь вот, конечно, иногда выступающие, как говорят. Вот было правительство Примакова. Хорошее, согласный. А кто его свалил? Надо же до конца доводить. Если бы левые не начали процедуру импичмента президента, Примаков оставался бы председателем правительства. То есть надо до конца доводить, понимаете? Что сами породили правительство и сами его спихнули. И он просил, не начинайте процедуру. Он мог еще остаться несколько месяцев. А что такие все министры, так сказать, вот как бы слабые у нас? Их в отставку отправляют, а они уходят. Как и это правительство? В отставку ушли. Ни один ничего не сказал. Все. И писали правительство, ушел и все. Кабинет его опечатали. Сейчас, через час, Михаил Владимирович, вы зайдете в кабинет. У вас праздник сегодня. А праздник и нам нужен. У нас какой праздник? Если нас будут спрашивать, что вы там делаете в Государственной Думе. Вот сейчас в послании поднимаются полномочия. Хорошо. А кто их будет реализовывать? Кто? Опять партия большинства? А остальные партии декорация. Посмотрите, одна левая, ЛДПР, другая левая. Они просят поворот. Левый поворот. Михаил Владимирович, у вас будет левый поворот? Нет. Право-либеральный курс. И вы все, прикидываетесь, голосовать против не будем, но пожелаем успеха. Курс будет право-либеральный. Никакого левого. Никакого нового социализма. Потому что это уже было. Проехали эту остановку с названием социализм. Была блестящая партия. Отличная армия. Великолепный народ трехсот миллионный. И всех бросили. Все поломали ради того, чтобы Ельцин вошел в Кремль. И там напился с Бурбулисом. И обливали кабинет Горбачева. Вот что мне понравилось, так сказать. В Кремль войти вам. И в семнадцатом году Петроград войти в зимний, так сказать, войти в коридоры власти. Нормальное правительство. Страна в пятерке ведущих стран. В апреле наступление на Константинополь. Германия будет оккупирована. Все поломали. И совершили революцию. Что за революция? Вы посмотрите, что творилось в Петрограде. Грабили магазины. Убивали полицейских. Жгли все. Это ваша революция? Это бандитизм? А не революция? И сегодня опять хотят левый поворот. Новый социализм. Замучили Грудинина. Чего вы его мучаете? Если вы его не сделали кандидатом к президенту, он спокойно сидел бы, миллиардер, и жил бы на проценты. Вы его выставили на выборы? Вы что, не понимаете, что будут бить таких кандидатов, у которых есть шанс на победу? И теперь вы его спасаете. Не спасете вы его. До полного банкротства. Когда у него ничего не останется, тогда его оставят в покое. Теперь Платошкина выставили на Дальнем Востоке. Тоже новый экстремист, сталинист. И его долбают, да долбают, так сказать. А кто виноват? Вы его делаете кандидатом в Государственную Думу. Про русских вспомнили? А что вы о них не вспомнили, когда создавали советский народ понятия? Сегодня страдают русские. Михаил Владимирович, вы ничего не сказали про наших граждан, мечтающих вернуться в Россию. И в этом зале этот парламент не дал согласия на упрощенную процедуру выдачи паспортов русским. Это что, не издевательство? Это что, русский парламент? Русские стыдят там, никому не нужно. Их расстреливают. Запрещают говорить по-русски. Коммунисты, наконец, одной строчкой внизу говорят. Да, страдают русские. Русские вымирают. Вам позор, вашей партии, КПСС, что вы до такого состояния довели народ-герой. И в правительстве, и в программе ничего нет. Что вы требуете от председателя правительства? Через час он будет председателем правительства. Назовите министров. Вы что, не знаете, кто назначает министров, что ли? У нас Конституция пока, к сожалению, президентский режим. Он сам не знает. Ему дадут список, и все. И аутром указ. А вы требуете, скажите нам, какая структура, какая программа. Он бы рад сказать. Но мы только-только вносим поправки. Вот будущее, когда поправки будут внесены, тогда Государственная Дума будет утверждать его, и его замов, и правительство. Вот здесь. Но делают для себя, Геннадий Андреевич. Не для нас с вами они делают. И это для себя делают. Они будут здесь, председателями правительства. У них будет здесь опять нужное большинство. И опять они вам назовут министров. Но не ваших и не наших. А их министры будут. А нам решают выйти сюда раз в год, раз в полгода, что-то поговорить и уйти. Спасибо, прямой эфир. Идет прямой эфир? Не выключили? А? Вот, слава Богу, хоть чуть-чуть еще есть совесть у тех, кто решает, кого показать, кого не показать. А могли бы прервать эфир. И попробуем, скажи что-нибудь. Поэтому нужна дискуссия. И в правительстве. Михаил Владимирович, как покажет правительство, тошно смотреть на них. Сидят смурные. Ни одной улыбки. Они ждали ухода в отставку. Было на них смотреть, они все сидели и ждали ухода отправки в отставку. Ни одной улыбки. И молчат. Говорит председатель правительства. Они все молчат. Мы даже не знаем, они говорить умеют? У них речевой аппарат-то развит. Поэтому в чем наша проблема? Все назначения с 17-го года. Царь был виноват. Брал сверху всех. Пять правительств перетряс. Идет война. Первая мировая. Он меняет правительство каждый год. Советская власть. Опять меняют. Опять что-то начали. Ельцин. Менял пять правительств, так сказать. И сейчас вы десятый премьер-министр. Десятый. За 20 лет. Значит, в среднем два года держится председатель правительства. Мы поддержим вашу кандидатуру. Главная причина, потому что это ваша профессия. Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах. И мы пожелаем, попросим, а не пожелаем, потребуем, чтобы президент назначал министрами по качеству его прерогатива только инженеры. Инженерный корпус страны поставьте на руководящие должности и губернаторы, и мэры, и министры. Тогда будут лучше. Они умеют строить управленческие процессы. Умеют. Гуманитарии не умеют. Для гуманитариев царь плохой, советская власть плохая, Ельцин плохой, и все плохое до сих пор. Сто лет все плохо, все плохо. В этом году будем отмечать столетие гражданской войны. Это чудовищно. Сто лет назад она закончилась, а последствия до сих пор. 75 лет победы нашей великой. Замечательная победа. Но сколько погибло нас. Когда мы будем деречь наших солдат? Мы, Гитлер, теряет 8 тысяч солдат за захват Польши. Мы за освобождение 500 тысяч. 80 раз больше. Это что за командование? Это что за отношение такое? Значит, спокойненько немцы за 8 тысяч убитых, а нам нужно потерять полмиллиона. То же самое с деньгами. Сейчас мне продлите минуту. На отрицательные эмоции все ушло. Добавьте 3 минуты там. Добавьте. Мы голосуем за правительство. 5 минут добавьте. 10 минут добавьте. Так вот, посмотрите. Допустим, военный вопрос решен. Мы победили Берлин. Наша армия в Европе. Зачем мы их спасаем? Вернее, даем зерно, скот, кожу, сырье. Все гоним снова туда. Немцы гнали под конвоем для немецкой промышленности. А Сталин, советская власть, просто до подарки. ГДР, Польша, ну все, всей Восточной Европе. А в это время в стране голод. Я родился в этот голод, 46-й год. Вы что издеваетесь? Война кончилась, а вы нас голодной смертью. 47-й год. Сколько погибло нас? Война-то кончилась. Что вы продолжаете помогать Европе? Это же все ошибки. Ошибки советского периода, ошибки Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина и сегодня совершаются ошибки. И сегодня про поляков все молчали. Они готовили диверсантов в Северном Иране против советского Азербайджана. Они 200 тысяч взяли в плен тест-нармейцев. Все скрывали от нас. Польская Объединенная Рабочая Партия. Фашисты и нацисты. Это хуже фашистской Германии и Польша. Вы это скрывали. Мы вас поддержим и постараемся учесть наши замечания и посмотреть, какой вклад депутатов фракции в развитие нашей страны. Вы увидите, что Амберт Эр на первом месте. Спасибо, Владимир Вольфович. В отношении инженеров вы ведь сами противоречите тому, о чем говорите. Вот посмотрите, насколько вы человек талантливый. 30 лет во власти партия и вы. А у вас нет инженерного образования. Да мне это ничего не давали. Мотивация. А что они добавили дальше? Хорошо. Тогда второй аргумент. Островского отправили губернатором. Он же историк. У него нет образования технического. Поэтому я любишь. А у него получается. А если он был инженером, то дела уже с Валентской области. А у нас не вера, и он не вера. Вот он не вера. Теперь горный инженер не порядок с Валентской области. А, так значит, все-таки роль Единой России является определяющей. Потому что рядом с гуманитарием Островским есть горный инженер не вера. Давайте подумаем. Ну, у нас председатель правительства как раз инженер, о чем вы говорите. Да. Да. Спасибо. Коллеги, слово предоставляется фракцией Единой России не вера у Сергея Ивановича Рукольцева.